Здравствуйте друзья, с момента моего обзора мощного Zigbee релес функции энергомониторинга из магазина Mat C Plus прошло более четырех месяцев, кто не смотрел ссылка в описании. Так как этот гаджет на мой взгляд крайне интересный по соотношению цена-возможности, я решил проверить, изменилось ли что-то в его поддержке со стороны систем управления умным домом, а также показать, как его можно настроить вручную. Напомню основные моменты, реле предназначено для установки на DIN рейку и способно работать с током до 80 А, это свыше 17,5 кВт мощности при стандартном напряжении сети. Девайс оснащен экраном, на котором отображаются параметры энергомониторинга. Также эти данные транслируются по Zigbee в систему управления умным домом. При этом есть возможность настроить реле вручную и использовать его даже без связки с внешней системой управления. Еще одна особенность устройства – бестабильное реле, то есть питание ему нужно только в момент переключения, а само состояние, включено или выключено, не зависит от подачи электрики и сохраняется при восстановлении питания. Ручное управление, поговорим о нем чуть позже, осуществляется при помощи двух кнопок, условно назовем их первая и вторая. Первая выполняет функции перелистывания и возврата, вторая – выбора и подтверждения. Для перевода в режим сопряжения нужно удерживать первую кнопку, пока не появится надпись Net Off. Затем вторую кнопку до появления трех прочерков. После этого загорается надпись Net Wait и запускается режим сопряжения. По сравнению с первой частью видео, никаких изменений в родном приложении Tuya Smart я не обнаружил. Напомню, что энергомониторинг тут обновляется примерно раз в две минуты. Для снятия показаний использованной электроэнергии и расчета затрат этого более чем достаточно. Дополнительных данных, которые есть на экране – частота, power factor – в приложении не появилось. Есть возможность установки Frozen Zone, чтобы по завершению периода, показания за него еще оставались в течение заданного времени, для того, чтобы успеть передать их поставщику электроэнергии. В разделе установки порогов срабатывания есть только один вариант по току. Что интересно, после установки вручную, как это делать я покажу далее, этот пункт из приложения пропадает. Обновлений прошивок не выходило. Еще хочу отметить один момент, сбросить в ноль показания электроэнергии у меня не получилось. Для этого я выбирал в общем меню пункт, удалить устройство и сбросить все данные. Также сброса данных не обнаружилось и в меню. В первой части видео, я не проводил проверку совместимости с ZHA, исправляю это во второй части. К сожалению, сразу можно сказать, что никаких данных таким способом мы не получим. На дату обзора, версия Home Assistant 2022.11.5, штатная интеграция ZigBee Home Automation, это реле не поддерживается и использовать его не получится. Перейдем к ZigBee To MQTT. Актуальная на дату проведения теста версия 1.28.4 обновление от 1 декабря 2022 года. Внешние конвертеры в системе не установлены. Запускаем режим подключения. Началось интервью и опрос устройства. На первый взгляд новость хорошая, реле поддерживается. Но давайте проверим как оно работает. Определилась как TS 0601-DIN1. На странице состояния есть опция энергомониторинга, включаю частоту в сети и power factor. Переключатель работает корректно. Но проблема заключается в том, что кроме переключателя, ничего больше не работает, даже с учетом того, что для обновления данных нужно около 2 минут. Реальная длина этого куска видео более 5 минут, я просто сильно его ускорил. Но не через 5 минут, не через час, данные энергомониторинга, кроме энергии, так и не появились. Проблема в том, что этот идентификатор, судя по всему, есть и у другого реле от HiKing. Обзор его вы найдете по ссылке в описании. Реле хорошее, но нам не подходит. А подходит нам TS 0601-DIN2, это уже наш вариант. Для того, чтобы система определяла его правильно, придется сделать внешний конвертер. На гитхаб zigbee2mqtt нам нужен файл конвертеров для туя, ссылку тоже оставлю в описании. Ищем по названию. Вот официальный конвертер по дата реле, тут уже все сделано, дорабатывать нам практически ничего не нужно. Нам понадобится вот этот кусок кода, между двух фигурных скобок, которые находятся левее его, сами скобки нам не надо. Возвращаемся на сервер. Копирую идентификатор устройства. Теперь в папке аддона, по умолчанию она так и называется zigbee2mqtt, создаю файл с названием модели, хотя его назвать можно как угодно, и расширением GS. Под такие конвертеры удобно использовать стандартную заготовку. И между этими фигурными скобками нужно будет ставить код из официального конвертера. Выделяем то, что между скобками тут. Копируем. И вставляем между скобками файли конвертера, ничего сложного. Осталось заменить идентификатор на тот, что определился в нашем реле. Конвертер готов. Копируем имя файла. Переходим в zigbee2mqtt, настройки, внешние конвертеры. Добавляем новый и вставляем имя файла. Подтверждаем. Теперь нужно перезагрузить zigbee2mqtt. После перезагрузки реле определилось уже корректно, как TS 0601-DIN2. На странице состояния тут 4 базовые опции энергомониторинга, как и в Tuya Smart и значения трешхолдов, которые кстати все равно тут изменить нельзя. Тут энергомониторинг работает. Помним про скорость обновления в районе двух минут, но это особенность этого реле. Теперь проверим ситуацию с SLS-шлюзом. У меня установлена последняя официальная версия прошивки на дату проведения тестирования. Устройство опозналось и подключилось корректно. Опции, которые все равно не работают, сюда выносить и не стали. Только те показания, которые обновляются. Переключатель, напряжение, ток, мощность и энергия. Все работает корректно, тут поддержка штатная. Параметр энергия появится после того, как обновиться первый раз, это нормально. Перейдем к ручным настройкам. По умолчанию на экране отображается общее значение потребленной энергии в киловатт-часах. Первой кнопкой переключаем значение. Напряжение в сети, ток нагрузки, ток нагрузки, текущая мощность, пауэр фактор, частота в сети, текущая дата, время. Эти данные синхронизировались при подключении к шлюзу, но их можно выставить и вручную через меню. Настройка импульсного выхода 1000 на киловатт-час, серийный номер, прошивка. Настройка трэш-холдов. Для теста я взял нагрузку более чем на 1300 ватт. Настроим автоматическое выключение, например на 1000 ватт. Удерживаем вторую кнопку до появления окна установки пин-кода. Опять удерживаем до появления системного меню. Теперь листаем первой кнопкой, нам нужна настройка алармов. Входим в меню удерживанием второй клавиши. Можно одновременно настроить два трэш-холда. Первый и второй. Покажу на примере первого, принцип одинаков. Входим держа вторую клавишу. Настройка типа трэш-холда. Опять вторая клавиша. Сейчас ничего не стоит. Листаем напряжение, ток, мощность, частота. Выберем мощность. Сохраняем удерживая вторую клавишу. Настройка значения. Входим в меню. Второй клавишей переключаемся между значениями. Первой клавишей листаем и выбираем нужное. Ставлю 1000 ватт. Для сохранения держу вторую клавишу. Трэш-холд настроен. Проверяем. Включаю реле. Как только значение превышает 1000 ватт, оно отключается с выводом ошибки. Вот так это выглядит зигбитом QTT. Реле отправляет тип ошибки, который тоже можно использовать, например, для уведомления. Включаю нагрузку меньше заданного лимита, все работает нормально. Своего мнения, озвученного в первом видео, я не изменил. Это действительно интересно как по возможностям, так и по стоимости устройства, которое можно использовать как счетчик, потребленный электроэнергией, а также как устройство, автоматически отключающее линию питания при сработке трэш-холдов. Причем они реализованы на уровне прошивки устройства и не зависят от доступности сервера умного дома. Пренебрегать обычными средствами электрозащиты, такими как автомат или узо, тоже не стоит, но реле имеет гораздо более высокую гибкость в настройках. Плюсом является также и бестабильное реле, которое обеспечивает память состояния. Если электрика была отключена, контакты все равно остаются замкнутыми. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на устройства из обзора, другие видео по теме, мой телеграм-канал и тематическую группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok